В Казани с 13 по 15 октября 2015 года состоялась международная конференция «Безопасность оборота наличных денег и ценностей». Участие в мероприятии приняли более полутора сотен представителей государственных органов, профильных подразделений крупнейших банков страны, а также участников рынка услуг и решений для хранения и перевозки наличных денег и ценностей. Организаторами выступили Российское объединение «Инкассация», Ассоциация российских банков и медиагруппа «Авангард». Мероприятие прошло при участии обеих палат российского парламента, МВД России и ФСБ России. Официальную поддержку конференции оказали Центральный банк Российской Федерации и правительство Республики Татарстан. Деятельное участие в заседаниях приняли первый заместитель председателя Центробанка Георгий Лунтовский, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ряд других высокопоставленных чиновников. Конференция получила широкое освещение в новостных и деловых СМИ федерального значения. Рабочая атмосфера, которая появилась, сформировалась вчера во многом, конечно, благодаря участию первого заместителя председателя Банка России Георгия Ивановича Лунтовского и руководителя Республики Татарстан Миниханова Рустаму Нургальевича. Ну и сами участники конференции вчера было очень много наступающих, и каждый, в общем-то, стремился внести свою лепту в обсуждение и решение тех проблем, которые перед нами назрели. Солидность этого мероприятия. В кое-веки человек из регионального банка, приехавший из далекого региона, может увидеть бомонд Центрального банка России, людей государственного уровня, которые занимаются решением подобных проблем. Увидеть живыми, услышать из первых уст то, что они думают, как они видят проблему, задать им свои вопросы и получить реальные вот сейчас ответы. Это очень редкая возможность, такое нечасто случается, это очень ценно. Среди участников конференции были гости из различных регионов России и из-за рубежа. В ходе заседания звучали доклады, посвященные вопросам нормативной базы инкассаторской деятельности, страхованию рисков НДО, новым техническим решением, обеспечивающим безопасность работы с наличностью. Популярностью у участников пользовались стенды, на которых демонстрировались последние новинки техники для хранения и контроля наличных денег. Здесь можно было не только увидеть их в действии, но и заглянуть внутрь высокотехнологичных аппаратов. Первые впечатления просто потрясающие, очень много информации полезной, очень хорошие выступления, а изменились, только набрали больший вес, так скажем. Поэтому, как говорится, погрузилась в процесс, очень много чего узнала, и я за то, чтобы такие мероприятия обязательно проводились. Нам все объяснили, показали, рассказали, ведь эта конференция, она после платформы, которая проходит в Москве, очень выгодна, можно все пощупать и так далее. Я за то, чтобы все увидеть в бою. Я вижу, что в данной конференции участвует большое количество лиц, которые принимают решения в данной отрасли и тех, кто непосредственно реализует решения. Поэтому очень важно, что они все вместе собрались на этой конференции. Здесь они могут встретиться, пообщаться друг с другом вживую, обсудить те задачи, те вызовы, которые стоят перед отрасли в настоящий момент, рассмотреть решения выхода из некоторых ситуаций. Также на данной конференции присутствуют поставщики технологий для обработки денежной наличности и других решений, и они тоже могут предложить участникам конференции свою позицию в отношении рассматриваемых вопросов. На мой взгляд, то, что участники данной конференции имеют возможность в подобной обстановке обсуждать безопасность НДО, стандарты, которые должны быть введены, и решение соответствующих задач – это очень хорошо. Изюминкой мероприятия стал круглый стол, который прошел в атмосфере небывалой открытости и доверительности. Представители МВД России, Банка России крупных коммерческих банков, а также специалисты отраслевого сообщества обсудили массу давно назревших вопросов, обменялись мнениями и предложениями. По ряду тем даже разгорелась нешуточная дискуссия. Прямое общение с регулятором, потому что не в каждой отрасли такой откровенный диалог возможен в силу того, что Центральный банк в последнее время проводит политику широкого обсуждения своих новаций, и это, на наш взгляд, очень важно. Этот интерес, формирование единого подхода, как было сказано одним из выступающих на конференции, верхи хотят, они заимогут. Это один из редких случаев, когда действительно люди хотят быть услышанными. Очень полезно всегда встречаться с регулятором, поскольку мы не входим в систему Банка России, и наше общение с ним весьма ограничено. Поэтому в данном случае эта площадка как раз дала возможность для понимания его позиций. Законодательные акты, поскольку это тот фундамент, на основе которого мы будем устроить стены из инновационных решений, обеспечивающих дополнительный уровень безопасности. Лейтмотивом конференции стало обсуждение перспектив введения отраслевого стандарта, который бы задал основные рамки и требования для работы добропорядочных участников рынка. И если отдельные положения стандарта еще могут дорабатываться, то по поводу его необходимости отраслевое сообщество высказалось единогласно. Стандарт нужен. На первое время добровольный, а дальше время покажет. Большую работу проделала отраслевая площадка. Люди за достаточно короткий период времени сделали этот предварительный документ, стандарт. Вот понятно, что есть еще над чем работать и хотели бы, чтобы нас тоже более максимально оперативно и детально погружали в эту информацию. Хотя, опять же, то, что этот стандарт есть уже на сайте Центрального банка Российской Федерации, но это уже вау. Сообщество рынка наличных денежных обращений давно уже готово к решению тех вопросов, которые наизрели уже даже несколько лет назад. Поэтому мы готовы вкладываться в это дело, поскольку это безопасность не только перевозимых грузов, но и наших сотрудников. Запомнился участникам и визит в Казанский филиал объединения Росэнказ. Радушные хозяева встретили гостей хлебом с солью и продемонстрировали гостям все, чем могут гордиться. Парк новейших бронированных автомобилей, высокопрофессиональный персонал, защищенная инфраструктура. Итогом конференции стала подготовка резолюции, одним из важных пунктов которой стало решение о необходимости создания ассоциации перевозчиков наличных денежных средств. Создание ассоциации и распространение стандарта станут ключевыми шагами к саморегулированию отрасли обеспечения безопасности оборота наличных денег и ценностей. Поддержку этому вектору высказывают сегодня и участники отрасли, и регуляторы, и общественные организации. Я за то, чтобы была создана ассоциация российских инкассаторов, и где как раз мы все в очередной раз бы встретились и поделились своим опытом, рядовым. Конференция организована просто превосходно. Мы, как поставщики банковских решений, видим перед собой огромный шанс продемонстрировать наши технологии, пообщаться с нашими клиентами, действительными и потенциальными, донести до них наше видение. В течение этих дней мы можем провести конструктивную и плодотворную работу, что позволит нам решить насущные вопросы. Я бы хотел, чтобы эта конференция стала ежегодной. Я хотел бы встречаться как можно чаще. Я хотел бы проведение такой конференции некой традицией. Мы об этом уже думали, разговаривали с другими организаторами. Мы будем работать в этом направлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова